О чем мы с вами должны задуматься? Когда мы с вами анализируем страну и когда мы с вами анализируем регион, когда мы с вами анализируем ситуацию с трудоустройством? Это вот следующий критерий, к которому я перехожу. Значит, первое – это миграционные всякие вопросы. То есть, как страна работает с теми, кто приезжает к ним с целью трудоустройства? Какие будут сложности? Давайте идти, наверное, от сложности и преград. Кого мне тут вам привести в пример? Я, наверное, приведу в пример Швейцарию, которая вот прекрасная, красивая страна, где есть несколько замечательных учебных заведений, но до последнего времени, сейчас ситуация в этом году менялась, была крайне закрытая для иностранцев, даже если вы заканчивали какой-то блестящий университет. Поэтому вот смотрим на миграционную политику, что она нам дает, и от этого дальше пляшем. Значит, представительства крупных компаний и некрупных компаний, где они находятся, в каких городах они сосредоточены. Вот очень интересный момент, тоже изучаем. Какие индустрии драйвят тот регион, куда вы планируете ехать? Какие компании драйвят тот регион? На каком языке надо учиться? Какие специалисты максимально востребованы в том регионе, в той индустрии, куда вы планируете ехать? Какие стипендии платят государство и частные какие-то игроки студентам тех или иных программ, что эти стипендии позволяют? Ну и существуют ли специальные стажировки, в том числе для иностранцев, которые позволяют вам максимально быстро найти работу? Ярким примером является Франция. Страна достаточно открытая для квалифицированных специалистов. Здесь перед вами дана такая вот анализ критериев выбора университетов именно во Франции. Этот анализ был сделан выпускницей этого факультета, где я работаю, сама училась во Франции, и, соответственно, с этой стороны она подходила к выбору программ. Вот достаточно много на это потратила времени, то есть она опиралась на то, в первую очередь для нее был важен фактор денег. Все понятно, этот фактор важен для большинства. Как она подходила? То есть она смотрела программы сначала, в первую очередь, где можно получить стипендию от государства Франции. Соответственно, она смотрела эти стипендии, какой объем расходов покрывают, потому что часть стипендий могут покрывать только tuition, то есть оплату за обучение, а оплату за проживание вы все берете на себя. Вот иногда все, что вы берете на себя, может быть очень и очень большим, в зависимости от города, где вы планируете учиться. Значит, критерии, да, что важно для того, чтобы получить эти стипендии, то есть что является ключевым таким вот критерием, на который смотрят те, кто принимает решение по стипендии, да, и когда нужно подаваться. То есть вот на это она смотрела. Дальше, стипендии всякие от университетов, да, или от бизнес-школ. Опять же, сколько они покрывают, что важно в этом. Вообще, можно ли получить от университета или бизнес-школы, если там нет вот этой вот государственной стипендии, полную стипендию, которая все может покрыть. То есть ответ на этот вопрос. Далее, во Франции есть такие специализированные программы, которые называются Apprentissage. Данная программа, она позволяет покрыть 100% ваших расходов на обучение, плюс еще и деньги вам будут платить, потому что вам работать приходится. Особенность этой программы, что помимо поступления вам еще и учебы, вам надо работу искать параллельно и найти работодателя, который готов включиться в эту программу Apprentissage и покрыть все ваши расходы, плюс еще зарплату вам платить. Ну и, соответственно, основной здесь момент важный, что нужно помнить, то, что в программе Apprentissage участвует достаточно ограниченное количество университетов и бизнес-школ, поэтому сначала нужно обратить внимание именно на эти программы. Программы двойного диплома тоже как вариант обучения, это когда вы учитесь. Ну, опять же, это нужно понимать, что эта информация была составлена, опять же, до известных событий, и на стране такие программы двойного диплома были доступны, в том числе и двойного диплома с Францией. То есть вы, по сути, физически учились здесь, в России, один год, а на второй год могли уехать во Францию и в итоге получить два диплома – российский и французский, достаточно сильно сократив свои расходы на обучение, потому что стоимость обучения там вообще другая, сильно отличается от официальной. Исходя из этого, Настя делала аналитику, и, соответственно, она пришла к выводу, что она будет учиться по программе Apprentissage для того, чтобы максимально сократить свои расходы. И вот здесь она нам дает пример по тому, как выглядела ее дорожка. То есть она первый год 9 месяцев отучилась, в течение всего обучения она искала работу, она ее нашла. Соответственно, дальше она вышла на работу, училась она год, но вот это вот обучение год, точнее, вот эта вот работа, она может быть и меньше, меньше года. Соответственно, обучаясь, в ее случае она брала ГПЕ, то есть она не училась, но компания покрыла все расходы, которые она возложила на себя вот здесь вот, да, в первый год. Потом она опять выходит на учебу, уходит с работы, выходит на учебу, заканчивает учебу. Опять же, здесь все расходы ее были покрыты, в том числе за счет того, что она еще и зарплату получала. Ну и дальше уже она получала разные виды визы, которые на данный момент позволили ей уже не просто остаться в стране, но еще и вид на жительство получить и паспорт, по-моему, так как дело было несколько лет назад. Вот стандартная дорожка, стандартный анализ того, как подходить, опять же, к выбору учебного заведения, опираясь на специфику той страны, где вы планируете дальше продолжать свою карьеру.